Meizu M2. Младший брат и старший брат. На самом деле это Meizu M2 Mini и Meizu M2 Note. M2 Note это мой телефон, который я уже использую где-то 5 или 6 месяцев. А это M2 Mini, который я недавно получил на почте, немного протестировал и хочу о нем немножко рассказать. Отложим пока нашего старичка в сторону и посмотрим на M2 Mini. Начнем с дизайна. Телефон практически точная копия M2 Note, но с небольшими изменениями. Задняя крышка пластиковая, камера на 13 Мп с автофокусом и светодиодная вспышка. С этой стороны у нас качелька громкости и кнопка включения. С этой стороны у нас слот для SIM-карт и microSD флешки. Сверху разъем для научников 3.5. А снизу динамик и разъем для зарядки. Ну и конечно же микрофон. На передней панели камера на 5 Мп. Разговорный динамик. И характерная для всех Meizu последнего поколения кнопка, которая является одновременно механической и сенсорной. А теперь давайте возьмем Meizu M2 Note и немножко сравним эти две модели. Первое отличие, которое заметно к глазу, это вспышка. На M2 Note она двойная, теплый и холодный свет. На M2 Mini она одинарная, обычная светодиодная вспышка. А также второе различие это расположение кнопок громкости и слота для SIM-карт. Они на этих двух моделях поменены местами. Вот как можно видеть сейчас на видео. Вот. На M2 Mini кнопки справа, на M2 Note кнопки слева. А в остальном телефоны идентичны. M2 Mini имеет 5-дюймовый экран IPS с разрешением 1280 на 720 пикселей. То есть HD разрешение. Установлено стекло Gorilla Glass 3. Серый цвет в мини-версии имеет также небольшие отличия от остальных цветов. Тем, что он немножко шероховатый и приятнее лежит в руке. В телефон можно вставить или две SIM-карты, или одну SIM-карту и microSD-флешку. Две SIM-карты и флешку телефон не поддерживает, к сожалению. Сейчас я перейду в настройки и посмотрим немножко о самом телефоне. Версия Android 5.1, а также телефон имеет оболочку Flyme с версией 4.5.3i. Кстати, у меня интернациональная версия в руках. Телефон не прошивался вручную, он уже шел с этой версией прямо с завода, так что он имеет все языки. И никаких проблем у вас с настройкой языков и с выбором языков не должно произойти. На M2 Mini установлен 4-х ядерный процессор MTK6753 с частотой 1.3 ГГц. Также здесь установлено 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ свободного места, так сказать, на жестком диске. Батарейка здесь несъемная и имеет емкость 2500 мАч. Я уже проверял камеру на автофокус, но еще раз покажу для наглядного примера. Вот возьмем текст, включим камеру и начнем фокусировать. Это было без вспышки, фокусировка произошла быстро. Теперь посмотрим со вспышкой. Немножко дольше, но тоже очень быстро. Сейчас я сфотографирую текст и вы посмотрите, насколько здесь качественная камера. Вот какое здесь качество камеры. Как по мне, так очень даже классная. Телефон расценивается как средний класс. Это не флагман, но камера у него на высоте. За что я люблю Мэйзу, за то, что они никогда не выпускают шипотреб. Оболочка флайн довольно шустрая, никаких фрезов, никаких подтормаживаний. Ну, а кому не нравится эта стандартная, так сказать, фирменная оболочка Мэйзу, может поставить в плеймаркет любой лаунчер, какой ему нравится, и наслаждаться обычной версией андроида и не чувствовать никакого дискомфорта. Телефон поддерживает обновление по воздуху. Для этого здесь есть специальная программа, называется обновление. При переходе в эту программу идет проверка системы, показывается актуальная версия. И здесь, если будет какое-то доступное обновление, будет показано, что вы можете обновить свой телефон, и будет кнопка обновить. А сейчас проверим телефон на Antutu Benchmark. Вот такие результаты у нас вывел Antutu 30654. Чтобы посмотреть на яркость и насыщенность экрана, для наглядности, сейчас я вам покажу несколько фотографий из интернета. Экран сейчас стоит на всю яркость. Примеры фото и видео я прикреплю в конце этого видеоролика. А вам спасибо за внимание, спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok